Начнём из одного. Ещё в XVII веке один из учёных обнаружил интересную закономерность физики. Когда два метронома находятся рядом, каждый из них по-разному тудым-судым работает. Один вот так идёт, каждый по-своему. Хоть рядом поставьте, хоть подальше поставьте. Они работают по-разному. Есть принцип третьего метронома. Когда рядом с ними появляется третий, вот третьим будешь, метрономы вдруг странным образом начинают синхронизироваться. Они могут находиться рядом, в один ряд, треугольником, кругом. Абсолютно идентично. Четвёртый, у него синхронизация происходит быстрее. Пятый ещё быстрее. Шестой, это прочие. Или берём 100 метрономов, вот здесь ставим, руками будем проходить направо-налево. Шестой, куча, 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 куча. Вот почему Дервиси круг стоят и тренируются тысячелетиями. Для чего я вам показываю. Вот почему нам нужно время от времени встречаться. Один лигер и вся слабое звено начинает резонировать с сильной частью. Между ними поставьте преграду. Разницы нет. А звуковой преграды разницы нет. Что бы ты ни поставил, они начинают синхронизироваться. Здесь движение воздуха ни при чем. Магнитное притяжение ни при чем. Все пробовали следовать. Столько раз пытались объяснить. Тысяча объяснений. Все это объяснение нарушается с другим экспериментом. Вот так работает команда. Вот так работает клуб. Этот эксперимент наш учитель, когда мы задали вопрос, почему мы должны собираться, мы же можем и так на расстоянии спокойно тренироваться. И он поставил три метронома. Также можно поставить три камертона. Три камертона. А потом, лет десять назад, случайно увидел в Ютубе. В Ютубе. Суть в том, с помощью сильного человека усилить его самого. С помощью сильного группы усилить слабое звено. То есть, каждый, находящийся среди других метрономов, других камертонов, будет входить в резонанс. И его пытались объяснить. Если, посмотрите, объяснить, вы там найдете сто тысяч объяснений. Электромагнитный. Слабый магнит. Движение воздуха синхронный. Что угодно найдете. Но рядом следующий эксперимент показывает, где поставлены между ними преграды. Просто движение воздуха не проходит. Они все равно синхронизируются. И все объяснения не могут объяснить до конца. Это механизм называется закон толпы. Поднимаем правую руку. Большой палец. Нахождение рядом с каким-то человеком, у которого в чем-то превосходство с вами, доминантство, они передаются без слов. Кто-то человечный. Кто-то влюбленный. Сладкие парочки. Кто-то прекрасный дочь. Прекрасный сын. Кто-то прекрасный лидер. Вот это доминантство, оно имеет свойство передаваться, не знаю. Хотите воздушно-капельным путем. Но это не так. Хотите через радиоволны. Но это тоже не так. Хотите через беседы. Нет, это вообще не так. Есть особый закон толпы. Если доминант там разрушительный, толпа становится разрушительным. Если доминант созидательный, она начинает передаваться и через определенное время гору сворачивает во имя каких-то добрых дел. Происходит синхронизация. Она работает на расстоянии. Когда коллектив одинаково чего-то делает. Это мощнейший, бесконечно мощный коллективная сила. Созидающий или разрушающий. Даже нахождение в этом начинает создавать у вас внутреннее что? Опустите. На чем основывается дух народа. Дух коллектива. Дух. Звук дай. Если вы хотите, чтобы в вашем организации была добропорядность, чистота и так прочее. Найдите доминанта. Доминирующий. Честного человека. А если туда попадет доминант бессовестный или доминант проститутка. Ваша организация станет публичным домом. То есть вы работодатели. Ваша задача заниматься коллективом. Это очень важно. Смотрите. Вот этот стол висит на что? На веревках. То есть вот такое движение. Это есть ваш коллектив. Это есть наш коллектив. Это есть ваша организация. Это есть успех. И самое опасное. Это есть поражение. Они работают одинаково. Задача каждого из нас. Быть доминантом. Человечности. Быть доминантом. Уверенности. Быть доминантом. Чего больше? Объем лампочки или объем комнаты? Свет отключаем. Полностью становится тьмой. Даже вот так. Все лампочки убираем. Одну лампу оставьте. Зажгите. Зал освещен. Вот что такое ваша духовная светлость. Чистота вашей намерений. Начинает освещать. И начинается резонанс. Вот что такое ваши мечты. Вот что такое ваше стремление к чему-то. Это вы. Вы. Тот рука. Который весь коллектив что делает? Своим организацией. Здесь мы почему собираемся? Даже сильный человек. Тоже нуждается в подпитке. Для этого. Спасибо.